Здравствуйте, я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Мы продолжаем нашу серию проповедей, посвященных деяниям святых апостолов. Павел во время своих миссионерских путешествий постоянно сталкивался со всевозможными бедами, страданиями и трудностями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что пастор Кристиан Вегард озаглавил свою проповедь «Оклеветали и почти линчевали». На примере того, что привело Павла назад в Иерусалим, мы увидим, как христиане должны относиться к слухам и узнаем, что наша покорность Богу будет постоянно защищать нас в сложных ситуациях. Итак, давайте обратимся к Слову Божьему. Я хочу попросить вас сейчас встать, если это возможно. На сегодня наш план такой. Сначала я прочту вам отрывок из 21-й главы «Деяния святых апостолов», а именно стихи с 27-го по 40-й. Какие-то из этих стихов вы уже слышали на нашей прошлой проповеди, но сегодня мы поговорим о других аспектах и построим своеобразный мостик для перехода к 22-й главе. Итак, «Деяния святых апостолов», 21-я глава, начиная с 27-го стиха. «Когда же семь дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, мужи израильские. Помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесинина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел везти его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!» При входе в крепость Павел сказал «Тысяча начальнику, можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал «Ты знаешь по-гречески?» «Так не ты ли тот египтянин, который перед всеми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников?» Павел же сказал «Я иудеянин, тахсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке «так». На этом мы, пожалуй, и закончим. Аминь. А теперь можете присаживаться. Итак, Павел вернулся из своего третьего миссионерского путешествия в Иерусалим и послушался совета главного пастора тамошней церкви, коим был Иаков. Тот посоветовал Павлу пройти ритуал очищения. Некоторые христиане с беспокойством отмечали, что апостол в своих миссионерских путешествиях много общался с язычниками, и поэтому считали, что ему, согласно обычаям, необходимо было пойти в храм и очиститься. Что Павел, собственно говоря, и сделал. Хотя он и знал, что настоящее истинное очищение возможно только через Иисуса Христа, но он хотел привлечь к Иисусу как можно больше своих братьев по плоти, то есть своих соотечественников иудеев. Поэтому он и стал, как это сказано в Библии, евреем для евреев. Так, в храме его заметили иудеи из Малой Азии. Вероятно, это были люди, которые слышали его проповеди в Ефесе. А он провел там довольно много времени. И вот эти люди увидели его в Иерусалимском храме. Они приехали на праздники в Иерусалим, и когда они его обнаружили, они тут же начали кричать, и, как сказано в Библии, возмутили весь народ и наложили на него руки. То есть они грубо схватили его. Для апостола Павла это была опасная ситуация. Эти события взбудоражили весь город и начались беспорядки. Согласно Писанию, Павлу пришлось не сладко. И, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Это был последний раз, когда Павел побывал в храме. Эти люди хотели его убить. И они бы это сделали, если бы римские воины не услышали, что нечто происходит, и послали людей проверить, что творится. И тем самым они спасли Павлу жизнь. Вот давайте сейчас немного проследим за тем, как развивались эти события и как развивалась сама история, чтобы потом перейти к следующей главе. А также поразмышляем о том, какие уроки из этого отрывка мы можем извлечь для себя, как христиане сегодня. Итак, первое, что бросается мне в глаза, так это то, что покорность не защищает, отнюдь не защищает от гонений. Этот драматический эпизод, произошедший с Павлом в Иерусалиме, является для нас напоминанием о том, что верное следование за Иисусом не гарантирует нам защиты от враждебного отношения или гонений. И от вражды, и всяческих проблем наше ученичество, и следование за Иисусом, нас тоже не защитит. Мы все с вами едины во мнении, что Павел был Божьим человеком. Он любил Иисуса и делал все, чтобы почитать его свои жизни. Он следовал за Христом в меру своих знаний и веры. И хоть он так и делал, его жизни все равно постоянно что-то доугрожало. С другими учениками Иисуса было то же самое. Когда Иисус накормил пять тысяч, и произошло необычайное и просто невероятное чудо, в результате которого увеличилось количество хлеба и рыбы. А позже Он сказал своим ученикам «Сесть в лодку и отправиться на середину озера в конце дня», и ученики послушались своего Господа. Они знали, что, раз уж Он им так сказал, то все будет хорошо. Они сели в лодку и поплыли. Вскоре наступила ночь. И что же произошло? Началась ужасная буря. Она вполне могла их всех погубить. Им стало страшно за своей жизнью. Если мы думаем, что если мы начнем следовать за Иисусом, наша жизнь пойдет как по маслу, мы глубоко заблуждаемся. Поэтому я считаю, что любая попытка ложными обещаниями заставить людей следовать за Иисусом, является ничем иным, как обманом. Например, это могут быть такие слова «Приди к Иисусу, и ты разбогатеешь». Или «Приди к Иисусу, и ты выздоровеешь». Или же «Приди к Иисусу, и ты похорошеешь». Если уж призывать кого-то следовать за Христом, то делать это не обещаниями того, что благодаря этому чья-то жизнь на земле станет проще. Нет, все будет совсем наоборот. Вспомните, какому количеству опасностей подверглись из-за этого первые христиане, и о том, как сильно страдал Иосиф, когда он старательно следовал за своим Богом и пытался оказать сопротивление жене Патифара. А в итоге он оказался в темнице без всякой надежды на освобождение. Вспомните, как сильно страдал Даниил, который, несмотря на то, что царь запретил молиться Богу Авраама, Исаака и Иакова, взял и на глазах у всех преклонил перед ним колени. За это его посадили в ров со львами. А когда Сидрах, Мисах и Авденага отказались преклонить колени, перед идолом их бросили в раскаленную печь. Наше паломничество в небесный Иерусалим. Это не путь по аккуратно вымощенной дороге или круиз по океанам. облуждание по извилистой тропе через опасную местность. Ибо Иисус сказал, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Итак, ваши страдания во имя Иисуса, дорогие мои братья и сестры, не случайны или не свидетельствуют о том, что Бог потерял контроль. Нет, Бог с вами, как Он был с учениками в шторме, с Иосифом в темнице, с Даниилом ворву со львами, с тремя мужами в печи и с Павлом перед разъяренной толпой. Поэтому утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, так сказано в послании к римлянам, ибо Бог Господь твой с тобою. Итак, иудеи из Ефеса стали обвинять Павла. Они обвиняли его в двух вещах. Во-первых, а вот что они говорили согласно деяниям. Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Им казалось, что Павел посягнул на основы их существования, поэтому они обвиняли его в учении против людей и против закона, регулирующего их жизнь. Вдобавок, по их словам. Он выступал против храма, то есть против самого символа Божьего присутствия. По иронии судьбы, Павел как раз находился в храме для того, чтобы очиститься, дабы не осквернять храм. И там его стали упрекать в том, что он выступает против храма. Они неправильно поняли его так же, как когда-то неправильно поняли Стефана и Иисуса. Все трое, наш Господь Иисус, Стефан и Павел не выступали в своих речах против храма, а подчеркивали, что он наконец-то стал выполнять свои благие дела благодаря Иисусу, ибо Иисус является совершенной жертвой. Поэтому людям больше не надо было приносить в храме другие жертвы. Он это истинный первосвященник. Поэтому первосвященники больше храму не требовались, и это в нем пребывает вся слава Божия. Божие величие можно найти именно в нем, а не в святом святых. Прежде храм олицетворял все это, но теперь все это исполнилось в Иисусе Христе, А еще иудеи из Ефеса обвиняли Павла в другом грехе, а именно в том, что он привел греков в храм и тем самым осквернил святое место. За это полагалась смертная казнь. Как сообщает нам древнееврейский историк Иосиф Флавий, в те времена в переднем дворе храма висела табличка, надпись на которой гласила «Кто войдет во внутренний двор, не являясь при этом иудеем, тому грозит смертная казнь». Но обвинение против Павла было основано на ложном предположении. Дело в том, что иудеи видели апостола с Трофимом в городе. В городе они в храме. Возможно, они что-то там напутали, ведь Павел проходил очищение в храме с четырьмя другими мужами. Возможно, они увидели его с ними в храме и решили, что один из них это Трофим, то есть язычник. В любом случае, Лука в деяниях писал о том, что они думали, что Павел ввел его в храм. Они лишь предположили. Им это показалось. Но Павел то все точно знал. Он пришел в храм, чтобы очиститься. Так неужели он мог взять с собой во внутренний двор кого-то, кому туда было нельзя? Это было ложное предположение, распространившееся со скоростью лесного пожара и едва не стоившее апостолу жизни. И вот мы подошли ко второму уроку, который, как мне кажется, мы можем извлечь для себя из этой истории. Здесь мы можем видеть, как быстро люди начинают верить полуправде и слухам. Мы особенно охотно воспринимаем информацию, которая поддерживает наше мнение. Когда мы слышим полуправду или неправду, мы склонны верить в полученную нами информацию, но при условии, что она соответствует нашему заранее сформированному мнению по какому-то вопросу. Тогда мы раскрываем уши и с интересом слушаем, особенно сейчас. Век интернета. Когда новости и мнения распространяются за секунды, очень опасно верить каким-то сообщениям, хорошенько не подумав, а правда это или нет. Современные технологии и социальные сети подвергают нас риску судить обо всем на расстоянии и делать поспешные выводы. Такие выводы часто наносили ущерб репутации многих людей. В Библии такое называется вполне себе классическим для этого понятия словом клевета. Бог просит нас не участвовать в злословии и не распространять клевету. И вот что сказано в первом послании Петра. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие и особенно в церковь мы ни в коем случае не должны впускать этих злых духов, ибо Иаков писал «не злословьте друг друга братья». Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А ты кто? Который судишь другого? Разумеется, это не означает того, что мы должны молчать о каждом проступке и каждом грехе, что мы просто не должны об этом говорить. Нет-нет, в Библии можно найти четкие инструкции, как действовать, когда поведение какого-то брата или какой-то сестры нужно подкорректировать. Мы должны поступать в этом случае так, как сказано в Евангелии от Матфея. То есть подойти к этому человеку и поговорить с ним, а если он не слушает, предъявить ему свидетельство. Но делать это нужно не в режиме онлайн, а при личном разговоре. Поэтому давайте будем бдительными не только по отношению к новым СМИ. И давайте будучи христианами не будем распространять клевету и слухи. А еще давайте будем бдительными при встречах с людьми здесь, в церкви и в других местах. Давайте не распространять клевету и не участвовать в злословии. Павла оклеветали, и эта клевета чуть не стоила ему жизни. его оклеветали и почти линчевали, ибо толпа кричала «Нет! Нет! Пощады ему! Смерть ему!» Эти строки напоминают нам о самом Иисусе. Его тоже оклеветали и ошибочно обвинили в том, что он действовал против Бога и Его заповедей. Но если Павла спасли находившиеся неподалеку римляне, то Иисус мог сам призвать себе на помощь легионы ангелов, чтобы те спасли Его. Но когда толпа закричала «Распни! Распни Его!» Он понял, что это должно было произойти. Это было частью прекрасного и совершенного Божьего замысла. Христа не спасли тогда потому, что Он готов умереть как невинная жертва. Жертва за наши грехи. Он позволил Себя оклеветать и даже распять, чтобы освободить нас от наших грехов и вины. И мы могли только радостно восклицать «Аллилуйя!» Какой у нас прекрасный Спаситель! Он пожертвовал Собой, чтобы мы были свободны, в том числе и от греха клеветы. Да поможет нам Бог. Аминь. Итак, основная мысль сегодняшней проповеди заключалась в том, что покорность не защищает нас от гонений. Даже ученики Иисуса сталкивались с проблемами и враждебным отношениям. Пастор Кристиан Вегерт показал нам это на примере Иосифа, Даниила и 12 апостолов. Пастор Вегерт, сегодняшняя проповедь была посвящена Павлу, попавшему в подобную ситуацию. Было ли это что-то из ряда вон выходящее или же нет? И всех ли христиан касается упомянутый мною тезис из проповеди? Итак, это было не единственное гонение, которое пережил Павел. Во время своего апостольского служения он пережил множество гонений. Это было очень тяжело для него. В своих посланиях он сам сообщает нам о том, как часто его били, как часто его заключали под стражу. За свою жизнь он пережил множество различных гонений. И мы сегодня тоже переживаем гонения. Все христиане переживают гонения. И не важно, в какое время мы живем. Ибо в Библии сказано, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И это закон, Энди. Наш Господь сказал, что те, кто будут следовать за Ним, будут преследуемы. А если вы будете ставить превыше всего мир, то тогда мир будет вас любить, но вы не от мира сего. Ибо Господь сказал, что мы должны следовать за Ним. Тот, кто хочет следовать за Иисусом, обязательно будет преследуем. Но если это так, то почему же этого не ощущается в Германии и в Европе? У нас дела обстоят совсем по-другому. Да, ты прав, нам не грозит смерть за наши убеждения. Но и в наших широтах есть определенные гонения. Например, нас ограничивают, на нас тоже клевещут. Люди делают поспешные выводы и называют нас фундаменталистами и экстремистами. Таким образом, они осознанно или неосознанно ставят нас в один ряд со всякими нехорошими, а иногда даже террористическими организациями. Людей, верящих в Иисуса и Его Слово, любят оскорблять. Но знаешь, что, Энди, мне это кажется знаком того, что наша вера истинна. Если ваша вера истинна, и вы никогда не ощущали гонений, то такого просто не бывает. И наоборот, если мы никогда не ощущали гонений, то мы можем себя спросить и вполне осознанно, а истина ли наша вера вообще? Сейчас любой бы спросил, так зачем же следовать за Иисусом, если этот путь несет с собой столько сложностей? О, да, ты прав, но для начала мы должны осознать, что сделал для нас Иисус Христос. Он положил за нас свою жизнь, Он пролил за нас свою кровь. Он страдал за тебя, за меня и за всех, кто следовал за Ним. Он гарантировал нам прощение наших грехов. Он сохранил нас от вечного проклятия и взамен подарил нам будущее и славу на небесах. И сейчас я хочу задать тебе и нашим зрителям один вопрос. Должны ли мы после этого бояться гонений и страданий во имя Иисуса? Лично я считаю, что нет. А еще я могу сказать, а вот что, быть христианином это счастье, это величайшее откровение в нашей жизни. Что такое эти недолгие гонения, если нас ожидает столько счастья в Иисусе Христе, жизнь с Иисусом, жизнь с Богом, это надежда, это радость. Обо всем этом неверующий человек, разумеется, не знает. Но у нас, узнавших Христа, есть желание быть с Господом, который даст нам то, чего желает наше сердце. Да, следование за Христом несет с собой не только проблемы, оно приносит нам много благословения, много счастья, ощущения полной жизни. В чем еще мы можем найти стимул, чтобы жить с Иисусом, даже в тяжелые времена, Энди? Мы можем найти стимул в том, что мы знаем, что Бог нас никогда не бросит, что Он будет с нами даже в горе и во времена гонений. Среди прочего, мы знаем, что у Него все под контролем, ничто не ускользнет от Него, мы в самых лучших и надежных руках. Также можно добавить то, что мы должны радоваться тому, что мы можем видеть, что Бог делает в мире, несмотря на все гонения. С одной стороны, может показаться, что на христиан повсюду совершаются гонения, но с другой стороны, мы можем видеть, как благая весть распространяется по земле, количество христиан растет, вера растет, благая весть побеждает. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Продолжение следует...